О да, ребят, с возвращением, и добро пожаловать в очередной эпизод «Доброе утро, крипто», и сегодня мы с вами поговорим о том, почему биткоин неизбежно перевалит за полмиллиона долларов. Неизбежно. И, скорее всего, в ближайшие годы. Почему для этого нужно заглянуть в то, что происходит в рынке бондов? Что происходит с правительственным долгом? Что происходит с процентными ставками? А самое главное, что там у нас с катализатором? Какой у нас для этого есть катализатор для мощного роста экономики в ближайшие годы? И? Это ИИ, и вы скоро поймете. Я посмотрел трехчасовой подкаст с Артуром Хейсом, потому что мы с вами посмотрим то, что сказал Артур Хейс в этом подкасте, длившемся три часа, где он рассказал о всевозможных вещах, но среди которых самый главный он рассказал в конце, и я вам покажу. Речь идет о том, как все части пазла вместе соединятся воедино, в результате которого мы с вами увидим мощный бычий рынок в техкомпаниях и мощный бычий рынок в крипто, в котором биткоин поднимется на еще большие высоты, да такие высоты, которые люди даже не могут постичь. И в крипто это всегда. Мы всегда поднимаемся на высоты, которые люди даже не ждут и не могут понять, пока они не происходят. Ведь это было, когда биткоин поднялся с одной тысячи до двадцати тысяч. Даже никто не мог это представить. Аналогично произошло, когда мы поднялись с двадцати до семидесяти ка, и аналогично, скорее всего, снова повторится. Позвольте мне включить для вас эту логику от Артура Хейса, а затем я вам объясню шаг за шагом, после чего мы свяжем с вами рынок бондов, экономику, приближающуюся революцию производительности с помощью ИИ, а также почему цене на крипто суждено идти вверх. Послушайте. Да. Надеюсь, это никогда не случится. Я тоже. Итак, хочу тебя спросить, куда ты думаешь, направляется биткоин? Скажем, туда, где... Кстати, ребята, для всех, кто не знает, кто такой Артур Хейс, он основатель BitMEX, а в настоящее время заправляет хедж-фондом на сотни миллионов, а может быть, даже больше миллиарда. Слушайте. Пробьет отметку в 100 тысяч, может быть, миллион. Станет ли Майкл Селлер героем или же самым большим в мире лузером? Что ж, моя рабочая модель подразумевает продолжение расколбаса на уровне 24 тысяч 20-30 в течение этого года. Но как только начнется какая-то финансовая нестабильность, а люди поймут, что реальные доходы отрицательны, если правительства продолжают увеличивать свои траты, номинальный рост экономики составляет 10%, а я получаю только 5-6, даже с учетом, что это много, они могут начать покупать другое, например, крипто. Так что в 2024-м, или же будет финансовый кризис и ставки падают до нуля, или же рост ставок продолжится, но не так быстро. Не так быстро, как государство тратит деньги, желая удержать систему на плаву и начать сокращать ставки. В итоге крипта может подскочить до 70 тысяч к концу 2024-го. Это комбинация событий криптохалдинга. Кроме того, может быть запущено несколько ETF крупными компаниями по управлению активов. США, Европе, Китае, Гонконге, если конкретно. И если мы получим исторический максимум к концу 2024-го, вот тогда начнется настоящее веселье. Вот тогда заработает глобальный рынок. И моя мысленная модель того, куда мы можем зайти, так это в диапазоне между 750 тысячами долларов до миллиона за биткоин. Это верхний диапазон. И мы пойдем, каким бы уровень ни был, рядом с моей целью 69,999 или 70 тысяч, то после этого, ух, и думаю, крах. 75, 80, 90 процентов, а, не важно. Но, да, верхняя граница, я думаю, где-то в районе 750 тысяч миллионов долларов. Где-то в диапазоне 2026 года. Потому что я уверен, что это будет самый крупный финансовый рынок и обычный рынок в финансовом активе, который мы когда-либо видели. Но не только биткоин достигнет безумных цен. У нас ДАКа будут безумные цены. ОСНП будут безумные цены. Выбирайте сами свои акции, рынки, если вы не в Европе или США. Везде будут невероятные цены. Собственность взлетит вверх. В общем, у нас повсеместно будут невероятные цены, не только лишь в крипто. О, да, ребят, это самая важная часть для понимания. То, что он сказал о факте того, что реальный доход будет отрицательным. Это для понимания самая важная вещь. Потому что именно это будет толкать капитал в крипторынки, фондовые рынки и другие спекулятивные инвестиции, то есть в высокорисковые активы. Это ключевое. И позвольте мне еще раз отмотать назад и послушать то, что он сказал. Потому что это важнейшая вещь, которую многие люди не понимают. Всякий раз, когда мы говорим о биткоине, мы не можем об этом говорить, не упоминая этих вещей. Позвольте, я вам включу. Направляется биткоин. Люди поймут, что реальные доходы отрицательны. Если правительство продолжает увеличивать свои траты, номинальный рост экономики составляет 10%, а я получаю только 5-6, даже с учетом, что это много, они могут начать покупать другое, например, крипто. Это самый важный момент. Но почему же у нас будет отрицательная реальная доходность? Почему? Это связано с двумя важными вещами. Первое. Это ужасная ситуация, в которой оказалось наше правительство в настоящий момент. Они могут продолжать увеличивать процентную ставку, ФРС может это сделать. Однако, они разнесут правительство. Потому что даже сейчас общий долг растет так, как никогда не рос. Процентные ставки на этот долг также растут, как никогда ранее. При этом ФРС продолжает ставку увеличивать. У нас уже есть долг на триллионы долларов, которые снова будут пролонгирован. Значит, он перейдет с малых ставок, которые были ранее, а теперь его пролонгируют на новые процентные ставки, которые у нас сейчас. Поэтому долговая спираль смерти у нас здесь, как никогда не была ранее. Это первое. И почему это так важно, еще и для банков, чтобы процентные ставки не росли? Да потому что банки также в ужасной ситуации. У них есть облигации, а их стоимость сокращается, когда ставка растет. Что означает, они сейчас убыточны. Поэтому если люди захотят забрать свои деньги, банки не смогут авторизовать снятие. Вот почему правительство запустило программу поддержки банков. То есть, когда у банков возникает значительное снятие денег, правительство может им помочь, обеспечивая свеженапечатанными деньгами, чтобы не продавать их облигации, так как облигации убыточны. Так что мы с вами оказались в ситуации, когда у ФРС особо нет никаких возможностей поднимать ставки значительно. Очень скоро они должны будут остановиться. Вероятно, в начале следующего года они должны будут остановиться. И это очень важно. Таким образом, это первый ингредиент в нашем с вами рецепте. Второй ингредиент рецепта, почему ставки начнут сокращаться, заключается в крупном росте производительности из-за искусственного интеллекта. Если мы подумаем о чат GPT и что он достиг уже в этом году, насколько более производительны люди с ним. Например, если мы говорим о профессиях по креативу, когда вы являетесь автором, писателем или исследователем, вы можете использовать чат GPT для того, чтобы сэкономить бесконечное количество часов по сравнению с работой самостоятельно. Это лишь один пример. Посмотрите на все эти рисунки и картинки. Профессии, которые создают массу различных художественных изображений. Вы можете использовать Миджорни для того, чтобы создавать на ходу любые картинки. Не идем ни вверх, ни вниз. Мы с вами буквально наблюдаем за тем, как растет трава. Смотришь на нее, она все такая же. Все выглядит совершенно одинаково, так же, как было два дня назад, две недели, три года назад. А, нет, не три года. Три месяца назад. По сути, с марта мы на одном уровне. Но затем, если укрупняешь картинку, как будто ты смотришь на траву, а потом отдаляешься, и бам, внезапный рост. Затем бам, и внезапно 40 тысяч, 50 тысяч. И, вероятно, что-то похожее с биткоином и произойдет. Когда мы смотрим на него, он в байковике, и чувак, мы в байковике с марта. С ума сойти, с ума сойти. И это одно из самых сложных испытаний в этом рынке, ребят. Это моменты, когда многие и выходят не в состоянии это пережить. Они не могут позволить себе проснуться и увидеть цену такую же, которая была вчера. Ребят, это одна из самых сложнейших частей этого рынка. И давайте посмотрим, как долго это продлится. Вероятно, с ближайшими неделями мы увидим какое-то разрешение этой ситуации с 200-недельным скользящим средним. Но давайте подведем с вами итоги. Почему мы с вами сейчас находимся в этом байковике? Да потому что мы с вами смотрим на опережения. Мы смотрим на ключевые элементы этого рынка, которые содержат в себе циклы долга, которые включают в себя государственный долг, и то, как невозможно продолжать поднимать ставки с текущим долгом. Мы продолжаем наблюдать за ростом производительности в крипто и ИИ. В основном ИИ. Но крипто также растет в производительности. Особенно для общества. Почему? Да потому что вы сейчас можете отправлять деньги международно. У нас сейчас есть финансовая система без посредника, что значит прирост производительности по определению. Вам не нужна группа людей, работающая, перекладывающая и отправляющая бумаги. И если это происходит, если мы с вами видим, как растет производительность, а ФРС уже не в состоянии продолжать растить ставку, то и случается это важное изменение. И вот где рынок и перейдет. От инвестирования в облигации в инвестирование в рисковые активы. То есть от инвестирования в рынки денег к инвестированию крипто.